Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня это видео я решил опубликовать на этом главном канале, а не на новом, в виде исключения, по двум причинам, которые я скажу в конце этого видео. А теперь буквально кратко о чем данное видео, чтобы вы поняли, интересно вам будет смотреть или нет. Во-первых, письмо одной женщины, как она избавилась и приобрела, кстати, до того, почему, благодаря одному известному, как она, пишет диетологу, аутоиммунное одно заболевание. Не пишет какое, но не в этом суть. Там будет еще одно письмо, я его зачитаю, прокомментирую про неспецифический язвенный колит, про еще одно аутоиммунное заболевание, которое женщина также вылечила. Будет письмо про лечение эпикандилита локтевого сустава, это так называемый локоть тенисиста, целая проблема, связанная со специфической усиленной работой в этом суставе. Ну и сразу можете это экстраполировать на любые ваши проблемы с суставами вообще. Так, про жировой гепатоз, очень интересный поучительный момент, про внимательность людей, про два принципиальных подхода в лечении, в медицине вообще, между Пастером и Бешаном, другим французом, которого мало кто знает, а знать это, поверьте, очень-очень важно. Разберу вопрос очень важный про женское бесплодие, и выходят всего пять писем, которые я сейчас зачитаю, разберу, а вы получите огромный объем важной информации. Ну, поехали. Первое письмо было опубликовано у меня в телеграм-канале, мой помощник мне это письмо прислал. И вот, слушайте, Елена Мельникова пишет, благодаря вам, Юрий Андреевич, я смогла избавиться от аутоиммунного заболевания, вот не написала только от какого именно, но хорошо, которое у меня началось после того, как я пару месяцев сидела на методике питания Ковалькова. Внимание! То есть, она не избавилась от своих проблем по методике Ковалькова, а наоборот, приобрела, да еще какие, аутоиммунные. А вот теперь послушайте, как именно. Этот всемирно известный диетолог продолжает, Елена, предлагает питаться трубями с кефиром и сырыми орехами. Про замачивание их он не упоминает. А я 10 лет назад об этом не знала и ела сырой немоченный миндаль каждое утро, а перед сном съедала по два яичных белка, а желтки выбрасывала. Причем есть, ну по его методике можно, якобы после 18.00 он утверждает, что это все бред доказанный, про бред приема пищи вечером. И еще пить мультивитамин, синтетические в том числе, а я думаю только синтетические пила. Неудивительно, что от такой нагрузки глютеном и животными белками у меня начался сбой в иммунной системе. Боюсь представить, у скольких людей он еще загубил здоровье. Ну а теперь я дам важный комментарий и перейдем к следующим, нескольким, но очень важным показательным письмам. Недавно у меня было видеоанализ лекции Ковалькова о онкологии. Он там много говорил правильного, но и делал коренные принципиальные ошибки, в принципе те же самые, о которых сейчас сказала Елена. Не исключено, что его сейчасшнее, нынешнее положение очень проблемное с его здоровьем, о котором он сам говорил, в том числе в лекции про рак. Так вот, не исключено, что это связано напрямую, несмотря на то, что он говорит, что это осложнение после ковида. Да, но одно другому совершенно здесь не мешает. Именно связано с тем, что именно так он питался. Ведь до поры до времени наша иммунная система, защитные силы, компенсаторные силы организма справляются. Но мы-то все не молодеем. Но когда-то вредных факторов воздействия на организм становится все, либо больше, либо их действия сильнее, а защита от них ослабевает, и вот начинаются такие проблемы. Разные. У кого-то это аутоиммунные заболевания, у кого-то онкология, у кого-то прочее. У меня много видео на моем канале было, которые все это объясняют. Сейчас вот именно механизмы объяснять я не буду. Я оставлю ссылки под этим видео, которые объясняют эти механизмы. А теперь идем дальше. Насчет кефира, еще углов академик 60-е годы, как бы так сказать, объяснял пагубу вред кефира вообще. Я не буду сейчас дополнять, так сказать, какой-то информации эту. Что касается орехов, о чем тут идет речь? Значит, для тех, кто не в курсе. Вот мою лекцию посмотрите про фитиновую кислоту. И в чем смысл замачивания? Ну, кратко в том, что, во-первых, сложные высокомолекулярные белки переходят отчасти в более простые, и витамины синтезируются. Ну, в общем, идет пробуждение с, скажем, преобразованием сложных веществ в простые, более удобоваримые. А во вторую очередь разрушаются и выводятся в воду вредные вещества, которые препятствуют прорастанию как раз и поеданию насекомыми и другими вредителями вот тех самых семян, понимаете? И в этом огромная суть. Кстати, также в этой связи посмотрите мое видео про овес, где я объясняю, как можно его щадящими способами. Лучше всего голозерный, ну, можно и очищенный шелушеный обычный, который идет изначально, растет в шелухе. Как этот овес есть? Правильно. Ну вот, что касается два яичных белка, да еще перед сном. Но перед сном, вот посмотрите мое видео, почему нельзя есть после 16.00, не то, что там 18, тем более на ночь. Это просто, просто нет слов. Много раз уже это пояснял. Желтки выбрасывать, то есть то, что как раз самое ценное, вот самое ценное, и витамин D3, и витамин B12, и омега-3, АПК, ДГК самые необходимые, это как раз все в желтке находится. А холестерина бояться не надо, правильно, потому что надо бояться сахаров, которые приводят к повышенному холестерину плохому в крови. Вот так-то. Про холестерин, кстати, у меня тоже видео, разумеется, были, про все основополагающие процессы в организме у меня есть, видео на канале. Ну ладно. Про синтетические витамины. Сто раз объяснял, что это не одно и то же, нежели витамины, полученные там, выжимкой, сорбированием там и так далее, из растений, скажем. В этой связи мое видео про витамин С, хотя бы вот последнее, посмотрите. Ну и да, неудивительно, что такой диеты, да плюс все остальное, и факторы, которые не убирались, вредные факторы, о которых, ну, тот же Квальков, другие диетологи просто не говорят. Вот не убирались из жизни, вот и да, это главный фактор, группа факторов, которые привели к тому, что у человека, естественно, начались серьезные проблемы со здоровьем. Ну и вот пишет, самое главное, Елена, что благодаря моим методикам, советам, рекомендациям она смогла избавиться от одного какого-то, она не пишет, аутоиммунного заболевания. Ну, кстати, про аутоиммунные заболевания там далее тоже будет. Так, второе письмо Ольга Агеева. Добрый день, дорогой Юрий Андреевич, мы с мужем смотрим и слушаемся вас уже третий год, муж намного дольше. Благодарна от всей души за ваше дело, покупаем ваши бесценные продукты, очень счастливы. Единственная наша проблема, у нас нет детей, у меня диагноз бесплодие, муж тоже хочет детей, ну, само собой. Но для меня единственный вариант ЭКО, очень хочется услышать ваше мнение на эту тему, пожалуйста, ответьте мне. Ваш ответ имеет для меня судьбоносное значение. Значит, давайте я отвечу. Я вообще женщине, на самом деле, вот сегодня, когда записывал это видео, сейчас записываю я, ей ответил письменно. Примерно то, что сейчас вам на широкую публику скажу. Ну, ЭКО, конечно, применять, ну, в крайнем случае можно уж, потому что, если другого варианта действительно нет по какой-то причине, ведь дети, понятное дело, нужны. Но давайте отвечу так. Как поступать правильно, логично, системно? Значит, давайте поясню. Бесплодие вообще женское может быть связано с нарушением, во-первых, овуляции. Это так называемое эндокринное бесплодие, и наблюдается оно примерно у 20% населения, у кого у женщин есть вообще бесплодие. То есть, ну, 75% переходится на другие проблемы. И нарушение маточного генеза. Так вот, эндокринные причины, это, как правило, поликистоз яичников. Надо провериться, да? Нарушение работы желез головного мозга, например, высокий уровень пролактина в крови, провериться. Нарушение работы щитовидной железы, конкретно уменьшение функций, значит, провериться надо на гормоны щитовидные. А это может быть связано с дефицитом йода в организме, моё видео йод, посмотрите непременно. Далее, нарушение работы надпочечников, ещё одна проблема, провериться на гормоны надпочечников. Ну, ожирение, может быть, также эндокринные причины бесплодия женского, ну, это понятно визуально, и так понятно есть, нет. Далее, а вот маточные нарушения, вторая группа, это нарушение строения матки, нарушение имплантации яйцеклетки, нарушение строения эндометрия, нарушение созревания эндометрия, кровообращения в эндометрии и нарушение рецептивности от слова рецепторы. Так вот, всё, других причин практически, но там генетически это уже чисто теоретически. То есть, вот эти, это 99%. Провериться всего лишь на всё это, и будет ясно, что. А тогда будет ясно, что делать. Ну, логично я пояснил, конечно, логично. Это будет правильно. Найдите свою причину, и тогда можно будет поправить дело. Кстати, дорогие товарищи, вот вы ленитесь, ну, большинство из вас, а это понятно, не хотите подписаться на канал «Здоровье и разум» на новый мой канал, а ведь именно там я разбираю очень интересные и важные письма, комментарии. Это и логика, аналитика мощнейшая, это и, ну, здоровье, понятно. Канал и называется «Здоровье и разум». Он глубже и шире, чем просто проблемы со здоровьем. Всё в организме и в природе, и в обществе человеческом связано между собой. Вот всё это я там поясняю. Я настоятельно рекомендую вам всё же подписаться на этот канал. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео, как и всё то, о чём я вам говорю. Сейчас вот вы слышите про что-то. Вот про всё это я оставлю ссылки под этим видео. Слушайте третье письмо из четырёх сегодняшнего видео. Евгений Лосицкий пишет, глубоко уважаемый Юрий Андреевич. «К большой моей радости нашёл ваше письмо. Вы, как и рекомендовали, многое планирую приобрести. Получил хорошие результаты лечения микросферами. Эпикандилита локтевого сустава, так называемый локоть теннисиста, который лечится месяцами и не всегда с успехом». Ну, тут фраза, видимо, не закончена. В общем, применение микросфер через четверть часа уменьшает боль на 80% и более. «Уменьшаются полинеэропатические боли. Попробую лечить постлучевой радиационный цистит». Проблема эта нигде не освещена, включая YouTube. А пациентов с годами будет всё больше и больше. С признательностью Евгений Лосицкий. Значит, что я вам ещё советую? Во-первых, совершенно верно, микросферы. Причём, чем толще слой микросфер, тем эффективность лечения любого возрастает. Значит, дорогие товарищи, новые зрители и кто не в теме, посмотрите видео с моего плейлиста моего YouTube-канала про лечебные изделия с микросферами. Ссылку я оставлю, там видео 15 есть. Да много, но хотя бы два по дате последних видео, три. Посмотрите непременно, многое будете знать, захотите подробнее, ну там посмотрите всё. Теперь, говорю сразу, процентов у 50-60 людей наблюдаются улучшения, изменения, иногда вот такие, когда это происходит сразу, за 15 минут, за полчаса. А у процентов 40-50 людей не наблюдаются явных, либо после там применения несколько месяцев. Но это зависит от кучи причин. Не будем сейчас об этом, там я подробнее это поясняю. Просто надо было сказать. А вот часто наблюдаются поразительные изменения. Но что касается любых травм, проблем с суставами, комплексный подход, всегда комплексный. Правильнее и эффективнее будет применять что? Фульвовые кислоты пить с кремнием, это раз. Много зелени есть, это два. Витамин D3 принимать, органический, натуральный. Вот это масло 4 в 1, D3, К2 обязательно, потому что К2 удерживает кальций в косте. Если D3 депонирует, то К2 удерживает. Это три, да? Четыре. Гель для суставов и мышц применять. А в вашем случае как? Натёрли кремом, прошло какое-то время, он впитался, ещё раз натёрли. Прошло минут 15. И применяете, надеваете микросферы, прогреваете это место. Эффективность будет в разы выше. Кстати, будет регенерация ещё хрящевой ткани, межсуставной жидкости. То есть, вот именно глубже и эффективнее получите лечение. Так, ну вот, это касается суставов. И у меня есть несколько видео про суставы, вы тоже их посмотрите. Конечно, идеально это матрас из микросфер, подушка большая именно, удобная очень ей. Не обязательно только на ней спать, да, как это пишут там тысячи людей. Просто кладут на больное место, грубо говоря, на живот. Теперь четвёртое письмо из пяти. Татьяна Желтовская. Юрий Андреевич, огромная благодарность вам, неутомимому проповеднику, правдивой информации о жизнедеятельности человека на Земле. За такой ценный материал и раскрытие спящим глаз. Хотя у многих они патологически не раскрываются. Ваши послания истинного и разумного слушаю давно, более семи лет. Была у меня с вами личная консультация онлайн по поводу НЯК, не специфический язвенный калит. Это тоже аутоиммунное заболевание, это я поясняю. Продолжаю письмо. Благодаря вашим советам по питанию и продукту Фукусу удалось попрощаться с недугом. Низкий поклон вам за труды, знания, обучение массы, тягу к естеству природы. Очень рад, Татьяна, что смог помочь. Зрителям вот что я хочу сказать мораль, какую вынести из этого. Во-первых, смотрите мои видео. В них, хотя некоторые отмахиваются, вы найдете порой спасение. Ну и по крайней мере информацию, которую если будете применять, то прожить дольше и качественно не сможете 100%. Теперь, по поводу аутоиммунных заболеваний. Меры должны быть, конечно, комплексные. Грибные препараты в том числе. Но бывают случаи, когда у человека либо не так давно, либо человек много разных мер правильных применяет, но не хватает совсем малого для того, чтобы чаша весов склонилась в сторону здоровья. И вот в данном случае это было достаточно. То есть вот этот Фукус. Ну и другие советы. Возможно, вот Татьяна учла и применила много моих советов. Скорее всего, потому что все-таки болезнь серьезная. И если она с ней поборолась, то значит советов действительно много. Бывает такое, что люди только просматривая мои видео и конспектируя их, лечились и от рака, и от других болезней. Причем там есть поразительные вещи, о которых я даже говорить не буду, потому что практически все скажут, что это быть такого не может. Ну вот. Почему я и говорю, что чем больше правильных мер вы будете применять, а чем больше вредных факторов воздействия на организм, объективно действующих, вы будете из своей жизни убирать, тем большая вероятность того, что у вас в том числе пройдут те или иные болезни. Безусловно. По фокусу два слова. Обязан сказать, как всегда. Теперь буду повторять каждый раз, когда про это говорю. Если вы захотите бога поймать за бороду, что не выйдет, а именно купить где-нибудь дешевый сухой фокус, сушеный, то лучше не тратьте и эти деньги, их просто жалко любые деньги, когда вы выкидываете их на ветер. Если вы захотите лечебный эффект, то только в гелеобразной форме натив, вот этот фокус, только он работает, почему я сотни раз объяснял, и есть два видео на эту тему у меня, и под видео подробно, текстом, ну буквально три минуты прочесть, информация расписана, чем отличается и почему не работают сушеные. Вот это еще один момент. Дорогие товарищи, здесь надо сказать, потому что все люди не досмотрят видео до конца. Хочу, чтобы вы знали, что любые наши продукты, товары, приборы можно приобрести и получить в любой стране мира, где бы вы ни находились, ну естественно в любом городе России. Перейдя по ссылке под этим видео на наш сайт nadgard.ru и просто посмотрите раздел доставка и оплата, либо просто заказывайте вам нужный товар, оформляйте, потом с вами свяжется менеджер, и соответственно вы уже там оплатите, и вам будет посылка отправлена. А в конце видео этого я подробнее эти нюансы поясню. Ну, продолжаем. Теперь быстро письмецо и ответ одному оригиналу, а потом уже про два метода влечении принципиальных. И кто же прав? Итак, человек-оригинал, ник ZLOE90, такой ник. Я сам худой, но у меня жировой гепатоз, что делать не знаю. Вы знаете, дорогие товарищи, куда он это написал? Написал он это под мое видео, которое называется Вы знали, что у вас уже жировой гепатоз в печени? Признаки, пять причин, чем опасен защита, как лечить. Исчерпывающее название, о чем видео. И вот под этим видео он пишет. Я сам худой, но у меня жировой гепатоз, что делать не знаю. Ну, я ему, конечно, ответил, хотя вот не надо было, наверное. Видео надо посмотреть. И еще те видео, что я дал под этим видео по ссылкам, и выписать конспект, что делать. И все, и делать. Ужас, да? Что с людьми происходит. Ладно. Наконец добрались до самого главного. Возможно, я даже сделаю отдельно на эту тему видео. Вот как вы полагаете? Кстати, напишите. Вот сейчас послушайте и напишите. Прямо под это видео. Стоит сделать такой видеоразбор аналитический или нет? Значит, условное название такое. Как стали травить людей химией. Традиционная исконная медицина и современное их сопоставление. По сути, это продолжение, может быть, видео, которое я недавно сделал, о фарминдустрии. Вот это видео. А конкретно о том, как стерли, по сути, учение Бешана, великого французского забытого ученого, и внедрили теорию Луи Пастера. Послужило к этому моему нынешнему маленькому разбору, а возможно, послужит к более серьезному отдельному видео, письмо Галины Чайкиной из Красноярска. Пишет она, в 70-х годах 19 века французским ученым-биологом Антуаном Бешаном был открыт и исследован полностью процесс бактериального полиморфизма. Внутренний процесс нашего организма, который полностью подавляет любое воспаление, отравление в органах и системах организма человека. То есть процесс самооздоровления. Этот процесс прекрасно вылечивает животных. Они не ходят в аптеки и клиники. Но дружок, в кавычках, а это действительно был его, ну так, другом, можно сказать, даже учеником, в общем, Бешана, а именно Луи Пастер, товарищ которого знают все, перевернул это учение и продвинул идею травления бактерий в организме. То есть, что всему виной вирусы, грибки и бактерии, их надо любой ценой уничтожить в организме. Про это речь. Тогда их современник, первый нефтепромышленник Джон Рокфеллер, подхватил ложные учения Луи Пастера, вложил в его продвижение денег, поднял Пастера до звездной величины, а сам начал выпускать лекарства из отходов нестяной промышленности. Что принесло ему колоссальные прибыли. Если кто не понимает, о чем речь, посмотрите вот это видео «Откровение провизора», про фарминдустрию. Далее вся династия Рокфеллера вкладывала средства в то, чтобы оболгать, опровергнуть, сделать бесполезными все нелекарственные методы поддержания здоровья, то есть нутрицептику, траволечение, гомеопатию, массажи, иглоукалывание. Я тут добавлю самое главное – фунготерапию. А фармпроизводство – это самый большой доходный бизнес в мире. Это 100%. Кто не знал, я скажу, что если вы посмотрите видео про фарминдустрию, вот это мое видео, то вы услышите информацию с первых уст человека, кто был в этой сфере много лет и знает все. Но вот рекорд я вам скажу такой. Как вы думаете, доход от наркотиков, ну я имею в виду героин, кокаин, какой самый большой? Ну тысячу процентов. Ну может быть, две тысячи процентов – это максимум, да, наверное. Скорее всего, судя по многочисленным видео, сюжетам, расследованиям на эту тему. А вы знаете, какие самые большие доходы от лекарств? Ну вот этот фармацевт, герой видео, вот этот провизор и, кстати, биохимик по образованию, сознанием дело говорит, что на моей практике самый большой доход от себестоимости сырья производства до продажи в розницу в аптеку – 64 тысячи процентов. То есть, конечно, никакие наркотики никогда с этим не сравнятся. Ну вот как вы думаете, если еще тут привести пример слова вечные, абсолютно наука, политэкономия – это истина Маркса, что если 300 процентов – прибыль, то нет такого преступления, на который не пойдет капитал. А если это не 300 процентов, а 3 тысячи? А если 30 тысяч? Ну тогда и президентов свергать будут и так далее, и ставить своих, ну как бы во всем мире. Вы это понимаете, да? Вот напишите, кстати, вам это вот понятно или вы против этого, и вы считаете, что все это глупость, а? И если что-то продают, значит, это проверено, и это пойдет на пользу. Вот есть такие люди, я знаю, но напишите тогда. Интересно с вами подискутировать. Я думаю, зрители вот с вами с радостью подискутируют. Аргументированы, конечно, на эту тему. Ну и завершает письмо Галина так. На сегодня в Минздраве РФ уже почти нет врачей. Они уволились сами, так как боялись за жизнь своих семей. Формафи жестко лоббируют Минздрав с целью введения препарата в продажу. Стандарты лечения. Ну и она там ссылку дала на видео, где это поясняет. Один, скажем так, йог. Я не знаю, йог ли он или нет, но по голосу точно. Ну дело, конечно, не в том, а дело самой очень ценной информации в том, над чем точно надо задуматься и очень серьезно задуматься, если вам дорого свое здоровье, своих детей, близких и будущих поколений. Ну а теперь жду ваши комментарии под этим видео. Жду подписку, кому это интересно, конечно, на мой канал Здоровье и Разум. Все, о чем я говорил еще раз, по ссылкам будет под этим видео. Да, и, конечно, здесь еще пару слов, как купить наши продукты, препараты, товары, где бы вы ни находились и получить их. Вот послушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. До новых встреч, до новых видео.